А я царит, и до зари красиво, как мама Россия. Именно мама Россия, любовь к ней и восхищение должны пронзить весь конкурс. И пронзили. Даже дефиле было необычным. В каждом образе современный взгляд на старинный головной убор, кокошник. Алиса Головина свой цветочный венец создавала вручную. Я являюсь волонтером культуры и очень люблю свою родину, и очень люблю свой город. Родине, патриотизму девушки посвящали свои эксклюзивные творческие номера. Они читали стихи, танцевали, пели. Кому-то помогали друзья. Кто-то одной песней доказал силу своей семьи, выступив на одной сцене с родными. Анна Дугина решила остаться один на один со зрителем. Она вооружилась лишь музыкальным инструментом. Ее номер был о прекрасном, которое далеко и в то же время близко. О детстве. Все это время за кулисами таится главный приз конкурса. И он неизменный. Победительница получит эту прекрасную корону. А также девушка отправится на федеральный этап конкурса «Краса студенчества России-2024». Именно талант, харизма, интеллект – то, что украшает русскую девушку, оценивали члены жюри. Эти девчонки – волонтеры, активистки. Всегда не хватает одобрения. Всегда все волонтеры говорят, что нас мало отмечают. Наверное, конкурс – это одна из возможностей, когда можно отметить лучшую. Некоторые из них уже прошли не один подобный конкурс, а для кого-то это был дебют. Но история участия в конкурсах красоты не играла никакой роли. Самая главная цель и задача этого конкурса – это показать высокий уровень патриотической готовности и образованности наших девушек Орловской области. Сами студентки сказали, что мы хотим провести подобное мероприятие, показать региону, городу, кто мы есть. Такую инициативу подхватили больше 20 девушек. Но в финале встретились только 15. Дефилем, видеовизиткам, творческий номер и интеллектуальный конкурс – четыре испытания включили в финал. Я видел, сколько у них мероприятий было различных, по различных поездок и благотворительных в том числе. И были бы они просто моделями, они бы не смогли так себя проявить. Конкурс благотворительный, а потому девчонки ездили в детский дом-интернат, помогали воспитанникам. Участвовали они в автопробеге, собирали средства для СВО. Этот мир, что мы любим, кем-то так не любим. И вот таким пронзающим номером завершили череду творческих признаний гала-концерта. На одной сцене – герои прошлого и настоящего. Таким было слово Алисы Жутаевой. Жизненная кредо – это рожеволосые красотки, твори и вытворяй. Это самый особенный, наверное, конкурс мой, потому что он у меня в плане студенчества последний. Это мой последний курс, это мое последнее участие в студенческом конкурсе. Но я очень надеюсь и обещаю себе и всем, что я не буду основываться на этом. Больше трех часов длился финал. И вот час-икс настал, грамоты подписаны. Второй вице-мисс стала Вероника Папина. Первая вице-мисс – Анастасия Ступина. А вот красотой студенчества признана Алиса Жутаева.